Тысячи избирательных участков по стране готовятся принять казахстанцев. Работа кипит во всех территориальных комиссиях. Сверяют списки избирателей, обучают сотрудников. В новом проекте новостей КТК «Не теряй голос» мы расскажем, как важно 20 ноября прийти на участок и проголосовать, отбросив скепсис и собственную лень. Сегодня отправимся в Западно-Казахстанскую область. Там уже проверили готовность 505 помещений, где будут проходить выборы. Осталось установить урны и кабинки для голосования. Ирина Морозова посмотрела, что происходит на участках за две недели до выборов президента. Ассалбек Колымбет – директор шестой школы. На время выборов президента он становится еще и председателем участка. Говорит, сегодня главная задача – правильно заполнить пригласительные и объяснить избирателям, где и когда их ждут. За более чем 10 лет работы на выборах опыта набралось достаточно. Главное, чтобы в день голосования все прошло без нарушений. Выборы у нас будут проходить в холле нашей школы. То есть члены комиссии будут сидеть здесь. Кабина будет располагаться на этой стороне. Впереди кабина у нас будет располагаться сационарной переносной урной. Это сделано для того, чтобы наблюдатели, которые будут у нас сидеть, чтобы была прямая видимость, как проходит процесс голосования. Сейчас на участках, куда 20 ноября придут избиратели, висят информационные стенды, работают консультанты. Кабинки и урны установят непосредственно перед днем голосования. Территориальная комиссия готовит брошюры с текстом Конституции и закона о выборах. Их разошлют по области, чтобы каждый член комиссии знал основные правила и требования. Здесь уже успели проверить 44 тысячи подписей, которые в свою поддержку собрали кандидаты, уточнить списки задействованных в выборах, обследовать на соответствие 505 участков по всему региону. Такая огромная работа проводится. Мы хотели, чтобы каждый человек пришел, дал непосредственно свой голос за кандидата, которого он выбрал себе. Участие в выборах – это наш патриотический долг каждого человека. Если мы хотим видеть наш Казахстан в будущем демократическом, в будущем открытым, в будущем справедливым, почему не прийти, например, отдавать голос, выбрать возможность. К выборам почти все готово. Осталось лишь установить урны и кабинки. Самим избирателям нужно проверить наличие своей фамилии в списках. Это можно сделать, позвонив в колл-центр, через специальные чаты в мессенджерах, либо на сайте Акимата. Необходимо и заранее позаботиться об открепительном талоне, если голосовать придется не по месту прописки. Как на любых выборах, у избирателей будет возможность проголосовать на дому, заранее сообщив о своем желании участковой комиссии. Принять участие в выборах смогут и те, у кого по каким-либо причинам нет прописки. Для этого на участках будут специально открыты отделения цонов, которые при необходимости поставят человека на временный учет. Ирина Морозова, Андрей Семерев, КТК, Уральск.